Мастер своего дела Поэтому мне пришла идея сделать интервью с художником Ашотом Татавасян. Я созвонилась с ним и выяснилось, что он находится на своем новом объекте, где выступает в роли дизайнера и архитектора. Ашот, здравствуйте. Ну что, поговорим сегодня о творчестве? Ашот, ну вот мы находимся в этом прекрасном здании. Оно, конечно, не может не радовать глаз. Хочется спросить, когда началось его создание и сейчас какой конечный итог мы имеем? Что это за стиль в конце концов и откуда пришло вдохновение именно на вот этот интерьер? Ну, во-первых, начнем с того, что это мой любимый ребенок. Свои проекты я называю своими детьми, которых растишь, растишь и приходит день, когда получаешь ту отдачу духовную и вообще то удовольствие, что получаешь от хорошего ребенка. Тут есть все элементы современной архитектуры, современного изобразительного искусства. И старался использовать в какой-то современной интерпретации те традиционные армянские мотивы. То, что от меня это не отнимешь, это у меня внутри сидит. И сколько бы я ни изучал все современные тенденции архитектуры, дизайна, изобразительного искусства, все равно изнутри все выскакивает. Благодаря, конечно, хорошему заказчику. А что такое хороший заказчик? Хороший заказчик – это тот, который дает тебе полную творческую свободу и особо без ограничений в воплощении твоих идей. И сколько сейчас на счету вот таких вот детей? Детей очень много. И они разбросаны, так скажем, живут в разных странах. И бывшего Советского Союза, и не только. Они у меня, естественно, в Армении, по всей России, там и в Сибири, и на юге России, и во Франции. А что-то, ну они все с армянскими корнями? Или есть проекты, которые совсем современные или классические? Ну, конечно, допустим, когда я делал в Калининградской области проект, так скажем, реконструкции старой улицы, да, в Гвардейске, я не мог там использовать армянские мотивы, потому что это чисто европейская, немецкая архитектура, это другая культура. И, ну, может быть, что-то там выплескивалось, я не знаю, это скажут уже зрители. Больше превалирует изобразительное искусство или архитектура вашей профессиональной деятельности? Мои коллеги, в том числе, искусствоведы и любители, частенько мне задают этот вопрос. И иногда говорят, так не бывает, чтобы человек равномерно или неравномерно был и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, и в графике. Я для себя не делю, у меня нет этих граней, там, это архитектура или что, для меня есть процесс творческий, а то, что у меня, когда я пишу, и что-то мне не хватает в красках, я перехожу на камень, перехожу на интерьер, и я получаю то полное удовольствие, иногда перехожу на слово, и получаю то неудовольствие творческое, то воплощение, которое у меня вот внутри кипит. Есть какая-то такая изюминка, которую вы всегда оставляете в том или ином своем архитектурном проекте? Что-то такое, прям вот, отличительная особенность, по которому человек знающий увидит и поймет, это что-то ты вообще делал. Стараюсь создавать некую ту теплую домашнюю обстановку. Во-первых, очень важно изучать именно заказчика, его образ жизни, и изучать, если это общественный интерьер, кто и как хочет видеть, и как бы я сам хотел почувствовать себя, и другие хотели почувствовать себя в этом интерьере. Заказчики, естественно, они не профессионалы, но они все считают, что они очень хорошо понимают и в архитектуре, и во всем. Нельзя их обижать в том, что они не понимают. И моя задача делать так, чтобы я сделал творческий по-своему, но сделать так, чтобы они думали, что я сделал по-ихнему. И, скажу, самое главное в моем подходе, для меня нет маленьких и больших объектов. Все объекты важны. Делаю я маленький ларек, это будет, я не знаю, ларек для продажи молочных продуктов, или будет центральный офис Тюминтрансгаза. Для меня подход одинаковый, творческий подход одинаковый. Я думаю, что все равно оставляете частичку себя, да, своей души в каждом своем детище. Как вот не сгореть в этом процессе? Ну, это частичку себя оставляешь, а потом, когда появляется второй объект, у тебя появляется новая жизнь, и ты воплощаешься по-новой, возрождаешься по-новой, и появляется новый ашот, который начинает придумывать что-то новое. Если такой экскурс в прошлое сделать, с чего все начиналось? Живописи или архитектуры? Если идти вообще полностью назад, я очень тяготел к техническим наукам, в том числе был неплохим радиотехникам и так далее. И случайно или не случайно, после, по пути брата старшего, решил стать художником. Он, когда поступил в художественное училище, и первое мое образование получилось, я поступил на оформительский факультет Ереванского художественного училища. Но это был осознанный какой-то выбор или... Скажу нет, не буду хитрить, туда было легче поступать, потому что на живопись, если было там 7 мест, на оформительский 15 мест, конкурс огромный для целой республики. И все-таки, да, я вот из этих соображений... Я знаю, что вы еще служили в армии, и я видела фотографии, что и там вы писали. Ну, после художественного училища, естественно, забрали нас в армию, даже не дали поступать. Был такой период, мы так назовем, мы дети детей войны Великой Отечественной, и нехватка была огромная в армии, и даже такого не было. Это был спецпризыв. В июле месяце всех, кто закончили профессиональное училище, средний день нас забрали в армию. И я попал в далекие, в холодные места, в Северный Урал. После Армении, да? Да, в спецчасти внутренних войск. И я доволен тем, что это все так случилось. И там, по-любому, я всегда старался в свободное от службы. Служба нелегкая, все равно это укрепляет. Я считаю, это очень нужно каждому мужчине. И назовем это защитой Родины или становлением себя как личности. И да, там я... Первые мои скульптурные опыты были там. Я вылепил Феликса Эдмундовича Дзержинского. Из чего вылепил? Ну, мы там нашли глину в земле. Из глини вылепил. Потом с помощью командиров нашли гипс, отлили. И потом я из бетона сделал его, дал там эффекты бронзы. Тяжело ли художнику Армянину было переехать в Россию? И здесь как-то дальнейшее становление творческое, профессиональное. Художнику Армянину и вообще понятию художник в моем понимании не должно быть привязанность к местности, к географии. К культуре. К культуре я благодарен в том числе тем, что я более глубже изучил и русскую культуру. Во-первых, культуры России и Армении, они переплетели веками. И особенно в последних моих проектах очень много и такие знаковые, такие проекты, и скульптурные, в том числе, которые являются укрепляющими в том числе культурных связей между Арменией и Россией. Я могу с гордостью сказать, буквально пару месяцев назад мне позвонили с Министерства культуры Московской области и сказали, что «Ашот Генрихович, давайте подготовим ваши документы для предоставления на звание заслуженного деятеля культуры Российской Федерации». Я очень люблю Россию, я очень люблю глубинку российскую, люблю культуру глубинки российской, стараюсь изучать, знать, и вот так. Но, естественно, также очень глубоко люблю армянскую культуру. Переходя к теме живописи и ваших картин, ну вот для меня самая, наверное, любимая серия – это «Мои солнца», если я не ошибаюсь, правильно говорю. Что вы выделите? Или такого нет, чтобы художник выделял какую-то серию своих картин или одну картину? Это моя философия, мой подход к искусству, к изобразительному искусству, то, что он должен как бы сеять красоту, свет, тепло. А смысл? В том числе и смысл. Почему? Есть, да, очень много разных направлений, в том числе живописи, так скажем, где агрессия, где еще что-то. Есть там великолепные мастера, всемирные, известные и так далее. Мое мнение, предназначение искусства как-то в другом. Какие-то планы строите или планы – это, в принципе, не для вас? Нет. Знаете, когда мы начинаем только какой-то творческий путь, мы стремимся стать невеликим, хотя бы известным художником. Но человеческие амбиции – это нормально. Не каким-то великим архитектором, не еще кем-то. А в искусстве самое-самое важное – быть искренним перед собой, перед своим творчеством. То есть просто надо творить все. Что скажете о людях, которые, вот, живопись, да, возьмем, хотят? Вот они чувствуют в себе потенциал, но они не умеют. У них нет ни образования, у них нет навыков. Но вот они хотят выразить свою внутреннюю какую-то энергию. Сказали, получать образование. Вот к этому подходу у меня… Вы против того, чтобы взять лист бумаги? У меня подход такой, что, знаете, в последнее время вообще в творческих профессиях, начиная от певцов, в театрах и так далее, много непрофессионализма, скажем прямо. Да, там можно это объяснить креативностью, можно это объяснить абстрактной живописью и так далее. Но, скажу вам честно, в любой абстрактной живописи даже не специалист видит, он профессиональный или нет. Можно при хорошей организации продать любого ничемного художника, да. Я там делал какую-то точку и продали эту точку, да. И это как бы не для меня, это не моя тема. Я ценю мастеров. Ну вот вы сказали точку, да, поставить, и даже ее можно продать. Что вы думаете о Черном квадрате? Я вот хотел сказать мое мнение, что вот именно, так скажем, это один из таких крупных начал артиллерства и хорошей продажи искусства. Мы очень много затронули тему о картинах, и мне, конечно, хотелось бы увидеть вашу мастерскую. Тем более я знаю, что у вас есть интересный проект, скульптурный, о котором вы нам расскажете. Ну, я приглашаю вас в мастерскую. Я думаю, угощу там кофе по-восточному. И все покажете, расскажете. Поговорим, нарисуем, пообщаемся с удовольствием. Буду рад. Абсолютно атмосферная обстановка. Мы в творческой студии «Ашот от этогося». Шот-картины висят, и хочется больше узнать о процессе их создания. Может быть, раскройте нам какие-нибудь секреты их воплощения в жизнь. Во-первых, секретов как таковых, я думаю, нет. Это просто вы, последнее слово вы сказали, и воплощение в жизнь – это просто жизнь. Вот просто каждая картина – это кусочек жизни, творческого пути или творческой жизни. Это просто образ жизни, вот так пишешь и пишешь. Одна из картин вот как раз из серии «Мои солнца». Не могу на нее не обратить внимания. Почему именно эта картина осталась у вас в студии? Ведь знаю, что некоторые были распроданы, другие на выставках, может, где-то. Не знаю, наверное, вот это солнце решило пока что остаться со мной. На какую бы еще картину вы бы хотели обратить внимание нашей и наших зрителей? Давно я не был в пленере и как бы не писал с натурой. А в мастерской, когда все время пишешь, что-то у тебя там чахнет, так скажем, да? И все-таки природа – это есть природа. Из этой серии у меня остались два этюда, вот этот синий этюд, да? И Иверский монастырь. Конечно, впечатления были безумные от природы Валгайской. Да, но вот есть еще портрет граната. В армянской культуре как продолжение рода, жизни есть. Гранат есть как символы и в древе жизни. И как-то, не знаю, во мне сидит этот гранат. Давно и во всем моем творчестве, периодически он выплескивается в разных мотивах. Я решил как бы началом культуры какой-то, в том числе армянской, любой культуры, это алфавит, это какие-то символы. И я вот решил делать арт-проект некий, портреты граната по числу армянского алфавита. И на каждом гранате написано гранат А, Б, Г, одна буква. Серия завершена уже? Нет, там у меня осталось где-то еще 11 еще. А сколько всего букв? 36. Ну, несмотря на то, что мы уже обговорили, то, что вы не ставите планов, но, однако же, творческие вот такие вот задумки имеются. В этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И я знаю, что вы тоже готовите проект на эту тему. Веками это, значит, переплетены народы и в творстве, и в военном деле. И много героев мы знаем, или кто не знает, что только с одной деревни, с Карабахской деревни, два маршала. У нас это маршал Баграмян и маршал Бабачанян. И сложилось так, что мне посчастливилось дотрогаться до этой великой истории. На Рязанском проспекте находится великолепная школа имени маршала Баграмяна со своим музеем. Шикарная средняя школа. И решили как-то... Он является, так скажем, символом героизма сына двух народов. Я проект, кстати, назвал. Маршал двух народов. И там это некий такой, назовем и мемориалом, и просто памятником дружбы, совместной победы. То, что все вместе победили в той страшной войне. Две стелы. Из них одну стелу я обозначаю как Россию, вторую как Армению. Там символикой и в центре также пюс-герои. Среди всего разнообразия картин в этой творческой мастерской мы встретили портрет супруги Ашота Марине, собственно, с которого и началось их знакомство по рассказу Ашота. Именно так все происходило. Ну, хочется, конечно, узнать подробнее. Ну, портретов Марине несколько. Именно вот это в институте, когда, так скажем, я глаз положил на Марине и уговорил ее позировать. Марина, сразу согласились позировать? Нет, нет, нет. Позировать. Я год бегал. Год уговаривал. Для того, чтобы написать портрет? Да, и вот мы вместе учились. И вообще, может, к месту сказано, наверное, всего моего творчества не было бы, если бы не было Марине. Буквально через несколько дней Международный женский день. Конечно, я хочу воспользоваться такой возможностью и попросить вас, Ашот, поздравить наших телезрительниц с наступающим праздником. Это, наверное, надо искать или не искать. Надо всегда иметь те лучшие слова, которые они заслужили. Потому что это и в моей жизни это очень заметно. Без этой прекрасной половины человечества никуда. И в прежние века, и сегодня. Поздравляю всех вас. Самое главное, считаю, огромное, желаю огромного, огромного счастья и любви. Весна – это пора любви. И с каждой весной новая любовь, новая весна, солнце любви вам. Много. Ашот, спасибо большое за эту возможность окунуться в такую творческую обстановку. Спасибо вам за наше интервью, за этот выпуск «Мастера своего дела». Спасибо вам. Друзья, спасибо всем, кто был с нами сегодня на телеканале «Видное ТВ». Это была программа «Мастер своего дела». Я ее ведущая Юлия Погосяна. Я желаю вам всего самого хорошего. Ждите новых выпусков программы. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова